Музыка Всем привет, вы на канале Ржавый Металл И сегодня будет обзор на группу Мега Дэд, а именно альбом Раст Н Пис Погнали! Мой диск издан на лэбле Capital Records на альбоме 13 песен с бонусами При открытии мы видим диск и буклет В буклете у нас есть предыстория альбома Лирика Фотки участников и лирика Бенд фото Лирика И еще одно бенд фото Хочу сказать, очень хороший буклет А сейчас история альбома Во всяком случае, то что они навотворяли совместно с Мастейном на новом альбоме Мега Дэд Под названием «Раст Н Пис», вышедшим в 1990-м, просто было реально нереальным явлением Я вряд ли, наверное, теперь ошибусь Сказав, что новый четвертый уже по счету опуск Мега Смерти Стал в свое время новым триумфом трэша Знаменал собой некую новую эпоху развития экстремального металла Более того, наконец-то Дэйву удалось стать на один уровень со своей ненавистной металликой Ведь он и его музыканты смогли, а главное, удачно соединили сложные многоуровневые композиции с запоминающейся мелодикой И трогательные лиричные составляющие Музыка на «Раст Н Пис» обрела черты такой себе огромной и неделимой каменной глыбы Что становилось просто не по себе Во всяком случае, кто впервые, как я, например, послушал это еще в начале 90-х Был не менее, думаю, ошарашен, как и я Ведь тогда это было реально, как гром среди ясного неба И тогда так никто не играл Уже с первой вещи этого, не побоюсь сказать, эпохального диска, а именно с Holy Wars Начинается то гитарно-экстремальное безумство Разбитое на несколько уровней Захватывающих сразу же и надолго своим неимоверным звучанием До последней секунды тяжелым, быстрым и на удивление мелодичным При этом, возвращая, как я уже сказал ранее, трэшу, былую мощь и величие Наверное, каждый, кто слышал завывание двух гитар в середине этой одной из лучших песен в металле Найдет или нашел что-то запоминающееся и величественное А главное, никогда не скажет, что это не круто Впоследствии можно любить или не любить Megadeth Но то, что выдали музыканты на Holy Wars А в частности, на Rust in Peace удовлетворит самые извращенные запросы Не только металлфана, но и обычного меломана Можно сказать, что на альбоме Rust in Peace мы начали отращивать мои усы И мальчишка Дэйв Мастейн почувствовал собственную мужественность Как же было интересно наблюдать за теми, кто не понимал, что с ними происходит Порой, в ходе сочинения песен для этого альбома Казалось, что не такое просто не под силам Потому что масштабность и великолепие песенных аранжировок Честно вам скажу, это просто не укладывалось в моем крохотном мишке Столь высокий уровень исполнения четко говорил о том, что в одиночку я бы, наверное, не справился Не поставил бы перед собой столь высокую задачу Да, не стоит забывать о тайном оружии и появлении Марти Фридмана На тот момент я уже давно распрощался со своими пагубными привычками Марти Фридман пришел в группу, и когда мы устроили ему прослушивание Тогда мы уже пару лет искали нового гитариста И вот его компашка лежала на столе Я посмотрел на его фото на обложке черноволосый Марти с оранжевой прядкой в волосах Я посмотрел на него и подумал, что он смахивает на осколок подарочного леденца на праздник Хэллоуин Я начал коситься на эту глуповатую по своей внешности фигуру Так что глаз было не оторвать В конечном итоге я разозлился и решил послушать его сольник Потом я ему позвонил, и он был не прочь с нами поиграть И тогда я пригласил его в студию И вот мы играем на две гитары Пошло соло, Марти начинает солировать, и я такой... Все потому, что он справился И сам знал, что справится Мы начали записывать этот альбом, и все, кто приходили в студию, слушали новые песни, понимали, что это будет грандиозная пластинка Такой она и стала, но продавалась хуже преемника диска «Назад к вымиранию» Но «Раст Эн Пис» этот альбом стал недосягаемой вершиной для многих Потрясающий диск «Мегадесс» Тогда мы словно начали все заново, испытывая волнение от осознания нового начала Мы все словно мчались вперед по инерции, мотивированной годами отличных записей В какой-то момент мы испытали настоящую эйфорию, при этом нам было просто не по себе Меня и по сей день не отпускают те старые переживания, осознание того, что мы наконец-то записали пластинку Когда она сгнала вперед, вовсе не жажда мести или раздражения Мы записали и выпустили те песни, потому что нам нравилось играть вместе Спасибо, что посмотрели отзоры Пока, металлюгия